В еврейском квартале Кордева, по которому мы гуляем, расположена синагога, признанная национальным памятником. Эта синагога является единственной сохранившейся в первозданном виде синагогой в Андаусее, а также одной из трех сохранившихся синагог на всей территории Испании в целом. Построена она была в 1315 году, хотя археологи утверждают, что ее фундамент гораздо старше. Видимо, раньше было какое-то другое строение, а потом его фундамент использовали заново. Попасть в синагогу можно через внутренний дворик-патио, который ведет нижний зал, предназначенный исключительно для мужчин. Но мы, разумеется, туда зашли. Времена меняются. Из этого помещения, из дворика, идет лестница на верхний ярус, предназначавшаяся для женщин, которые не допускались на саму службу, но сейчас пройти туда невозможно. Над входом в синагогу располагается надпись на иврите «Откройте ворота только для тех, кто справедлив и праведен». Стены синагоги украшены резьбой в стиле мудыхар, в форме геометрических растительных орнаментов, а также выдержками из псалмов. В восточной стене внутренней части здания находится ниша, предназначенная для свитка Тора. А на противоположной западной стене располагается старинная арка, в которой можно увидеть очертание креста, поскольку после изгнания евреев из Кордоба синагога была превращена в христианскую церковь и позже использовалась как госпиталь. В Кордоба, как и по всей Испании, полно кафешечек, баров, тапос, ресторанов. Время обеденное, пора где-то перекусить. Вот сидим, перекусываем в Кордоба под песенку «Я голубой, я голубой, я голубой». Но не в смысле, что он голубой по сексуальной принадлежности, просто он голубого цвета. Ну, в смысле цвет настроения, синий. Во время сегодняшней поездки в Кордоба мы не планировали визит в Алькасар. Но от такой жары надо укрыться за толстыми крепостными стенами. Алькасарами называют в Испании и Португалии крепости или дворцы, которые были построены во время правления арабов. То есть где-то между 8 и 14 веками. И во многих городах они есть. Мы были в Гранатском, Малахском, Сивильском. А вот в Кордобе Алькасар известен как Алькасар христианских королей. Потому что христианские правители Фернандо Арагонский и Забелла Костильская жили в этом замке более 8 лет, пока шел процесс завоевания Гранады. И, кстати, именно в Алькасаре Христофор Колумб представил свою идею поиска западного маршрута в Индию, а потом открыл Америку. И все золото Америке потекло в бюджет Испании. После того, как завоевание Испании было завершено, Фернандо и Забелла пожертвовали здание Алькасара церкви Кордобе. А уже церковь превратила его в место проведения трибуналов Испанской Инквизиции. Кстати, у меня на канале есть видео о музее Испанской Инквизиции. И в последующие столетия замок использовался как гражданская тюрьма, а затем и как военная. В настоящее время он является памятником исторического наследия и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Небольшой отдых от жары под этим деревом. И идем на Римский мост. На Римский мост мы поднимемся с той части, где находятся мостовые ворота. На испанском это как Пуэрте-дель-Пуэнте, которые строились в стиле римской триумфальной арки с Кастильским гербом. В прежние времена ворота были частью стены старого города. Сейчас мы пройдем по этому римскому мосту. О, я бы сейчас на его месте оказалась с удовольствием. 35 градусов жары. Этот мост Пуэнте-Романо-де-Кордова соединяет берега реки Квадалкивир с той стороны, где мы зашли, находится мескита. Про нее смонтирую отдельное видео. А на той стороне, куда идем, расположено поле мучеников. Кампо Санто де Лос Мартелес. В своем первоначальном виде мост, разумеется, не дошел до наших дней. Он и маврами был значительно переделан. И во времена реконкисты очень пострадал. От него лишь фундамент остался, и его заново отстраивали христиане. Долгое время этот мост был единственным в городе, пока в середине XX века к нему не добавили мост святого Рафаила. На середине моста стоит статуя архангела Рафаила, защищающего вход в город от врагов. И архангел Рафаил является покровителем Кордова, потому что, согласно легенде, в средние века он спас город от чумы. Сама статуя была установлена в 1651 году, и, как видите, почитают архангела до сих пор. Изначально этот мост был построен по распоряжению императора Гая Юлия Цезаря, как часть дороги в Виа-Аугусто, главным транспортом маршрута в провинции Бетика. И долгое время он был единственным путем в Кордову, поэтому за обладание им происходило множество ожесточенных битв. А потом этот мост был транзитным пунктом по дороге из Южной Испании, так что таможенный пункт города располагался прямо у моста. Это перед нами башня Калаора, Торре-де-Калаора, защищавшая поступы Кордова с юга. Сейчас, смотрю, она закрыта, а в прошлое мое посещение там находился музей интерактивный, очень интересный. У меня на канале есть видео про это. В каких-то источниках утверждают, что длина моста 250 метров, где-то я читала, что 313, но в такую жару проверять, считая наши шаги, точно не будем. Внизу моста расположено 16 мостовых опор.